В Алматы задержали мопедиста, который перевозил в курьерской сумке нелегальное оружие. Такой информацией поделились в департамте полиции. Мужчину задержали и завели дело. А с начала года водители двухколесного транспорта совершили почти 6000 нарушений, чем и обусловлено постоянное недовольство автолюбителей и пешеходов. Что делать и как быть, чтобы взять ситуацию с мопедами на контроль, попытался понять Рустам Ралбаев. Мопедисты давно стали головной болью не только для автолюбителей, но и пешеходов. Все из-за бескультурного вождения. Нередко соблюдение ими правил дорожного движения удивляет окружающих. Однако проезд на красный, нарушения разметок и прочие аварийные ситуации – это только полбеды. Отдельные неудобства причиняют их ревущие моторы. Любой ЖК заедет, орут эти мопеды. У нас по статистике в день от 30 до 50 ДТП происходит именно с участием мопеда. Потому что нет ни госномеров, ни прав. Поэтому их надо приравнивать всех к мотоциклу, ставить на регистрацию, выдавать госномера. И только тогда они будут уже соблюдать правила дорожного движения. Конечно, не все водители мопедов одинаковые. К примеру, наш герой имеет всю защитную экипировку и два шлема, на случай, если повезет пассажира. По его словам, проблемы на дорогах вызваны не только мопедистами, но и водителями авто, которые отвлекаются на телефоны, совершают резкие маневры и другие нарушения. Впрочем, идею регистрации мопедов он поддерживает. Я сам учился в автошколе. Полностью знаю правила. И после этого перешел на мопед и на машину. Вот. Думаю, нужно всегда так делать. Дать госномера мопедам нужно. Потому что нужно будет отслеживать всякие правила. Некоторые даже проезжают на красный свет, которые создают аварийную как раз-таки ситуацию. Некоторые превышают скорость. Наибольшей популярностью мопеды пользуются среди курьеров. Однако иногда в курьерской сумке может скрываться совсем необычная посылка. Вот недавно был задержан мужчина. У него, как всегда, за спиной курьерская сумка. Был произведен досмотр. Внутри огнестрельное оружие, несколько сотовых телефонов. Оружие не зарегистрировано. В настоящее время назначена экспертиза баллистическая. Мы установим, что это за оружие, кому принадлежит, с какой целью он хранил. Возможно, под видом курьера скрывался уголовный преступник, который совершал более тяжкие преступления. Всего с начала года в ДТП с участием мопедов пострадали 240 человек. 8 из них погибли. Частой причиной печальной статистики являются незаконные модификации. С начала года 23 водителя привлекли к ответственности за увеличение мощности двигателя. Полиция продолжает рейдовые мероприятия. Рустам Раубаев, Гани Калулов, телеканал Алматы.